Запад к своему удивлению и изумлению обнаружил, что санкции, которые водили, чтобы разорвать оставшиеся клочья экономики, не работают. Открытие было настолько ошеломляюще, что они тут же принялись организовывать новые санкции. Ну, те гасить пожар бензином. Все по лучшим образцам западных стереотипов. Теперь санкции у них называются истинами. Видимо, для них истина – это посмотреть на яйцо с другой стороны. В исполнении первых санкций призывают санкции на санкции. То бишь вторичные санкции. Если ты не исполняешь первые, то получишь вторые. Так, видимо, надежнее. Раньше я думал, что игра в последнее китайское предупреждение есть только у соседей. Ан нет, на Западе она пользуется большой популярностью. Однако, какая-то польза от этих вторичных санкций все-таки есть. Примером такого вторичного послушания является Кипр. Некогда тихая гавань для многих и многих крупнейших предпринимателей и компаний, которые укрывали свои доходы от всех налогов на территории своей страны. В этот офшор стекались десятки бизнесменов, которые таким образом обходили санкционное давление и сохраняли свои сбережения. Но, с некоторых пор киприоты решили, что они больше не будут нарушать санкции и не будут помогать бизнесу обходить их. Президент Кипра Никас Христодулидис заявил, что теперь с уклонением бизнеса от санкций будет принципиальной. Это становится для Кипра возможностью укрепления своего престижа в качестве надежного делового и финансового центра. Надо понимать, что его слова относятся только к партнерам западной юрисдикции, а всем остальным он совсем не мягко намекнул, что домой – пора домой. Кипрская газета «Пхилилифт Херас» в своей редакционной статье написала, что российские компании массово покидают кипрские офшоры. Число таких уже перевалило за десяток и продолжает расти. Переполох в кипрском курятнике возник после того, как в конце прошлого года пришло сообщение, что местные банки прекратили все операции в рублях. Упс, как же теперь переводить деньги из России? У нас долларовых платежей за рубеж нет. А уж когда власти начали какие-то нам расследования и разбирательства в отношении компаний, которые якобы скрывали и отмывали активы российских олигархов, попавших под санкции штатов, то у бизнеса наконец-то прояснило, что ловить здесь больше нечего. Под эту метлу могут замести любого. Слава богу, что сегодня в России созданы очень привлекательные условия для льготного налогоблажения и наши офшоры не менее приятны, чем те же кипрские. Налоговые послабления существенные, есть исключение из налогоблагаемой базы доходов в виде акций и доли экономически значимых предприятий. Поэтому весь крупняк потянулся в родные пенаты. А это дает основания говорить о том, что в России будет новый экономический рост. Понятное дело, что раз увеличивается количество налогоплательщиков внутри страны, то и собираемость налогов и наполнение бюджета будет больше. Одни сплошные плюсы. Надо не забыть послать тортик киприотам со словами благодарности по поводу усиления санкционного давления на наш бизнес и бантик привязать побольше. Наш девелопер эталон меняет юрисдикцию на остров Октябрьский в Калининградской области. Тем самым они стремятся снять многие риски с компаний и увеличить приток инвестиций в свой бизнес.